И вы даже себе представить не можете, что вся наша жизнь, она зависит сегодня от того царства, в котором мы находимся. И насколько мы понимаем это царство, насколько мы действительно знаем законы и принципы этого царства, это будет зависеть на то, как мы будем жить в этом мире. Вы должны знать, что существует всего лишь два царства на планете Земля. Это царство Бога и царство дьявола. Мы будем говорить о царстве Бога больше. Но чтобы вы знали, есть царство Бога и царство дьявола. И я с прискорбием, с сожалению, могу сказать, что сегодня подданное царство Божьего, не зная законы и принципы царства Божьего, находятся под влиянием царства дьявола. И это не есть хорошо. Поэтому для того, чтобы нам действительно понимать, что такое царство Божье, потому что Иисус однажды сказал, что я не от мира сего. Вот князь идет мира сего, но он не имеет власти надо мной. Вы знаете, что на самом деле Иисус был не от мира сего, и дьявол не имел власти над ним. Друзья, вы не от мира сего, и дьявол тоже не должен иметь власти над вашими финансами, над вашими телами, над вашими жизнями, над вашей радостью, над всем тем, что пытается просто атаковать вашу жизнь и просто украсть вашу жизнь. Поэтому так важно знать, кто мы, какому царству мы принадлежим. И нам нужно знать законы этого царства и жить на основании этих законов. Хорошо? Это большая тема. И я буду и учить, и проповедовать. Я хочу, чтобы действительно это вошло как ДНК в наше тело, в наш дух, в нашу душу. Потому что это жизненно важно. Это вопрос исцеления. Это вопрос веры. Я скажу больше, это вопрос спасения души. Это вопрос спасения души. Поэтому это очень важно, друзья. Очень важно понимание. И поэтому я прошу, чтобы Иисус, который присутствует Духом Святым на этом месте, пришел и преломил сегодня с нами свое слово. Господь, я просто молюсь, и я прошу Тебя, чтобы Ты Духом Святым пришел и преломил сегодня Твой хлеб с неба. Господь, я молюсь, чтобы глаза Твоего народа были открыты. Господь, я прошу, чтобы Ты начал говорить нам о Своем Царстве. О Своем Царстве. И мы обещаем Тебе всю славу. И мы обещаем Тебе всю славу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. И, друзья, прежде всего я хотел бы говорить, начать это говорить о Евангелии. Потому что сегодня, друзья, я прыгнул в эту тему, я верю, что Бог просто повел меня. Сегодня, по крайней мере, я уже слышал и я знаю о трех Евангелиях, с которыми я не согласен. Это Евангелие спасения или Евангелие благодати, которое проповедуется в церкви. Это Евангелие исцеления, которое сегодня проповедуется в церкви. Это Евангелие процветания, которое проповедуется в церкви. И я ни одним из этих Евангелий не согласен. Это не значит, что люди, которые проповедуют это Евангелие, говорят неправду. Это значит, что дьявол не скажет вам всей правды. А там, где нет всей правды, то нельзя назвать истиной. Вы понимаете? Поэтому я хотел бы, чтобы мы проверили и испытали самих себя, а какое Евангелие мы проповедуем, во что мы уверовали. Потому что, друзья, вы себе представить даже не можете, что именно этим Евангелием мы совершаем наше спасение на этой земле. Поэтому вопрос, иду ли я сегодня на небо, веруя в Бога, или я иду сегодня в ад, веруя в Бога? Упс! Вы слышите меня? Иду ли я сегодня на небо, веруя в Бога? Или иду ли я сегодня в ад, веруя в Бога? Скажите серьезно. Это в зависимости от того, во что ты веришь. Это в зависимости, в какое Евангелие ты веришь. Потому что Иисус не проповедовал Евангелие спасения. Иисус не проповедовал Евангелие процветания. Иисус не проповедовал Евангелие исцеления. Иисус проповедовал Евангелие Царства Божьего. И теперь нужно узнать, а что же такое Царство Божье? Потому что у этого Евангелия Царства Божьего есть принципы и законы этого Царства, по которым мы, как подданные этого Царства, живя, совершаем свое спасение. Вы понимаете? Вы нигде в Евангелии не увидите, что Иисус проповедовал Евангелие благодати. Нигде не увидите. Он проповедовал Евангелие Царства Божьего. Это значит, что у этого Царства есть Царь. Это не президент, которого избирают на 5 лет или на 7 лет. Это Царь, которого избирают пожизненно. Иисус вечный Царь. И у Него есть принципы, у Него есть стандарты, у Него есть законы, которые Он в Писании изложил своими устами. И мы не можем игнорировать слов Иисуса Христа. Мы не можем подменять эти слова. Мы не можем по-другому как-то интерпретировать эти слова. Нам нужно увидеть и понять это Евангелие Царства. Нам нужно откровение о Евангелии Царства Божьего. Аминь. Выходить за границы. Выходить за границы. Поэтому очень важно знать границы. Вы знаете, как в каждом Царстве. Есть армия в этом Царстве. Есть ангелы, которые воюют. Есть экономика в этом Царстве. Я увидел и коснулся, что мы даже не знакомы с экономикой Царства Божьего. Некоторые люди находятся в нужде, дают десятины пожертвования, а прорыва благословения не видят. По одной простой причине. Они не знают законов, экономических законов этого Царства. Как все работает. А мы хотим увидеть, как все работает. Как работают все благословения, как работает сила Божья. Есть принципы, на каких работает сила Божья в Царстве. Чтобы быть свободным, чтобы быть исцеленным. Вы понимаете? Есть так много законов и принципов любви. Закон любви, который Иисус дал. Это же закон Иисуса Христа. Когда люди говорят, мы не хотим жить под законами. Мы оправданы. Извините, но Иисус дал закон любви. Он четко сказал, я даю вам новый закон. Совершенный закон. И это закон любви. Что это такое? Это закон. Чей это закон? Иисуса Христа закон. Закон всей нежатвы. Это Иисуса Христа закон. Есть так много законов. И если вы говорите, а мне не нужно законы. Я вольный просто каменщик. Я вольный такой просто. Вседозволенность. Распущенность. Отвержение всех границ. Тогда приходит дьявол. Приходит враг. И ты говоришь, да я же Бога верю. В какого? У него есть царство. Ты в этом царстве. Если ты в этом царстве, не будь несведущим. Узнай законы этого царства. Принципы. По каким законам живет это царство. Если ты подданный, тогда возьми ответственность исполнять эти законы. Ну так ведь? Вы-то находитесь в Украине. Что вы призваны делать? У Украины есть конституция. Основной закон страны. Правильно? И по идее мы должны подчиниться всем этим законам. И там есть права, и там есть обязанности. Аминь. Но мы лучше читаем права. Право на труд, право на отдых, право на многие-многие вещи. Это тоже хорошо. Но это не является всей конституцией. Вы понимаете? Это значит нет всей силы в твоей жизни. Если ты только о правах думаешь. Поэтому вы должны понимать, есть царство. В нем есть царь. Там есть законы. И мы призваны соблюдать. И это Евангелие царства. И наше отношение к нему. Удерживать его. И быть серьезным к тому, что говорит царь. И вот это, друзья, есть послушание Богу. Вот это и есть смирение перед Богом. Вот это и есть смерть нашего эго. Вот это и есть христианство. Все остальное похоже на мыльную оперу. Субтитры создавал DimaTorzok